В 1834 году здесь появились первые дома Малакан, изгнанных из России за отказ принимать православие. Сегодня жители азербайджанского села Ивановка по-прежнему говорят на русском языке, пронеся через века традиции, во имя которых их предки были вынуждены покинуть родные края. Ивановка – старейшая и крупнейшая из малаканских сел на территории Азербайджана. Местные жители владеют азербайджанским. Их родным языком остается русский. Здесь каждый ребенок хорошо знает историю села и общины. И так из центральных губерний России на южные окраины Малакан стали высылать при Екатерине, как отступников от канонов православия. Они не приняли икону, а поклонялись живому Богу. Тогда вот Екатерина, царица, выслала, дала указ такой, выслать всех вот так эти Малаканы и начали выселяться. Кто куда. Малакане – сторонники так называемого духовного христианства. Одним из положений, которой является отрицание церковных обрядов. Ни икон, ни свечей, ни креста. Даже церкви в привычном понимании слова Малаканам не нужно. Они собираются в молельных домах, куда запрещено приходить не только что с телевизионной камерой, но и с простым телефоном. Для журналистов Евроньюз было сделано любезное исключение. Старцы там сидят, они во главе. Если какой вопрос, что есть, решать мы общим. Остаемся мы все мужчины, решаем. Здесь как будто замерло время. Едва ли не в каждом доме Малакан печь. Не для красоты, а для изготовления вкуснейших традиционных блюд. Ни один семейный, а тем более праздничный сбор не обходится без лапши. Валентина рассказывает. Пасха, свадьба, ну даже похороны. Обязательно должна быть лапша. Это настолько традиционно. Если нет лапши, мы считаем, что это не празднично. Именно в Ивановке действует единственный в Азербайджане колхоз. О сохранении коллективного землепользования местной власти при распаде Советского Союза попросили сами жители. В советскую эпоху их колхоз был одним из богатейших. Сегодня до былого процветания далеко, но о разделе земли никто не помышляет. Иван Новосельцев всю жизнь проработал в колхозе, выйдя на пенсию, увлекся пчеловодством. По его словам, в Ивановке уникальный микроклимат, отсюда неповторимый по вкусу мед. Это вот кулгом все земли, это земли Ивановки. Наши предки, когда пришли, здесь были леса. Они все вручную корчевали. И сейчас вот видите плод трудов наших родителей, дедов. Жители Ивановки свято чтут традиции и не боятся перемен. Местная община дружелюбно и естественно приняла нового соседа, англичанина Джона. Бывший программист, он приехал сюда как турист и в одночасье принял решение купить дом. Сегодня Джон с женой Татьяной держат в Ивановке небольшую гостиницу. К нам часто заглядывают туристы, приезжающие великим шелковым путем. Из Европы ли они едут, с Востока ли, их путь лежит через Ивановку. И вот они останавливаются у нас. Любимые соседи Джона – Анастасия и Василия Козловцевы. Их дом как будто сошел с картинки о нравах и быте молокан прошлого столетия. Но это не постановка. Пожилые супруги действительно живут так, как жили их предки. Это наш сундук преданный. В 55-м году женились. И это мое преданное. В 17 лет я вышивала, вязала. А потом замуж выходили. Они не садятся за стол, не помолившись. Много работают в колхозе и на собственном огороде, несмотря на возраст. За плечами у этой пары 58 лет супружеской жизни. Их прошлое неразрывно связано с историей Ивановки. Недалеко от этих мест есть еще одно уникальное село, которое славится своим гостеприимством не меньше, чем Ивановка. Там обосновался один из древнейших народов Кавказа – Удины. Чем живут потомки тех, о ком упоминал сам Геродот, об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске программы «Азербайджанская жизнь». «Азербайджанская жизнь» «Азербайджанская жизнь»